Лето в разгаре и люди устремились к морю. Популярностью, говорят специалисты, пользуются традиционные направления. Сочи, Абхазия, Египет, Эмираты, Турция. Но последнее по карману сегодня не всем. Средний чек вырос как минимум на 30%. К сожалению, в этом году подорожала Турция, что очень огорчает наших алтайских туристов. Но на это есть объективные причины. Там очень большая инфляция, подорожали продукты, подорожали все средства, которыми пользуются отели. Плюс европейский рынок и англичане обратили внимание на Турцию. У них огромный спрос и это сейчас тоже влияет на ценовую планку. К таким ценам большинство туристов не привыкло. Люди ждут горящих туров, но их будет немного, уверены эксперты, так как число чартерных перевозок уменьшилось. Подорожание турецкой ривьеры переключило турестов на другие направления и многие предпочли отдых на родине. Алтай, к примеру, сегодня в топе трех популярных мест для путешествий по России. Но отдых подорожал и у нас, причем во всех без исключения сегментах. Нередко туристы негодуют. Моря нет, а цены не ниже. Тут очень сложно сравнивать отдых на каком-то морском побережье и отдых на Алтае. Это совершенно разные сегменты отдыха. И любой человек, я думаю, он был как на море, так и был на Алтае. И он понимает, что это разные впечатления, это разные эмоции. Туроператоры признают, что клиент стал более взыскательным. Туристы тщательно подходят к выбору места своего отдыха, скрупулезно изучают программы. И такая тенденция, говорят специалисты, имеет свои плюсы, как для отрасли в целом, так и для ее потребителей. Конкуренция в конечном итоге играет на развитие отрасли и улучшение качества услуг. Елена Макаренко. День с толком.